Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Готовность к паводку министр МЧС России прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край. Штраф за оскорбление учителей решили защитить от грубых школьников. Экстремальные и зрелищные пилоты со всей Сибири выступили на зимних трековых гонках в Барнауле. МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне облетели наиболее заснеженные территории Бийского района. А сегодня они уже в Барнауле. Губернатор и федеральный министр обсуждали вопросы подготовки Наукограда и Бийского района к паводку. Руководство города и района доложили министру о подготовке к весеннему сезону. По прогнозу специалистов, активное снеготаяние, вскрытие рек и поводкоопасный период на территории Алтайского края ожидается на несколько дней раньше обычного. Запасы снега в регионе превышают норму в два раза и более. В зону возможного подтопления в бассейн реки Бия могут попасть более 2000 домовладений в 15 населенных пунктах. На этот случай предусмотрены пункты временного размещения общей вместимостью до 10 тысяч человек. Кроме того, министр отметил, что необходимо обучать население, распространять памятки, задействовать системы громкоговорящей связи, вовлекать в оповещение жителей СМИ. Завтра в Москве должны обсуждать, как будет проходить процедура голосования за поправки в Конституцию. Об этом рассказал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов. Он назначен заместителем председателя комитета по госстроительству и законодательству, поэтому вплотную занимается поправками. Судя по его словам, никакого интернет-опроса россияна, такая версия звучала ранее, не планируется. Процедура будет напоминать выборы. Здесь же нет состязательности, когда вот кандидаты борются за какое-то одно место, за один мандат, депутатский или там должность какую-то. Этого нет. Здесь ключевое другое, чтобы люди добровольно пришли и высказали свою точку зрения. Соответственно, чем больше у нас будет избирательных участков, чем они будут ближе к дому, я не знаю, к месту работы, еще какие-то форматы, которые удобны для людей, но самое главное, четко отражали их волеизъявления. Сейчас документ с поправками состоит из двух статей. В первой перечислены изменения формулировок законов, вторая определит процедуру волеизъявления. Как пояснил Бессарабов, изменить предстоит 34 закона, а закон о госсовете создать. При этом в Госдуме еще только планируют рассмотреть социальный блок поправок. Переходим к другой теме. Паллиативные школы помощи планируют создать в этом году в регионе. Об этом сообщила министр соцзащиты Наталья Оськина. Одна из главных идей министерства – обучить родственников тяжелобольных оказывать уход на дому. В регионе, по данным министерства, около 9 тысяч человек с тяжелыми заболеваниями нуждаются в серьезном уходе. Пока проект затронет только тысячу из них. Не на базе медицинских учреждений, а в привычных условиях пожилому человеку будет оказана медицинская помощь. Она именно уходовая. Ранее такого не было никогда. Хочу обратить внимание. Это действительно медицинская составляющая по обработке ран, по приему лекарств, по контролю за артериальным давлением и уровня сахара в крови. Также в министерстве продолжат принимать меры для увеличения продолжительности здоровой жизни пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Им планируют оплачивать прививки, обучать новым профессиям, возрастных сельских жителей возить на диспансеризацию. Кроме того, на пресс-конференции министр рассказала, какую помощь окажут и уже оказали ветеранам Великой Отечественной в преддверии юбилея Победы. Например, каждого ветерана планируют посетить на дому, поздравить и подарить телевизор. К этой годовщине мы обеспечили всех, кто стоял на очереди жильем. Сегодня ни один фронтовик на учете в Алтайском крае, как нуждающийся, не состоит. Эти поручения президента выполнены в полном объеме в Алтайском крае. Если ребенок оскорбил учителя, то теперь родителям школьника, возможно, придется платить. Общероссийский профсоюз образования разработал новый законопроект. В профсоюзе считают, что сейчас школьные будни больше похожи на уличные разборки и учителей стоит защищать. Общественники считают, что родители должны заплатить за свое чадо, если оно оскорбило учителя. Причем сумму штрафа предлагают сделать весьма значительной – 5000 рублей. Согласны ли жители Барнолла с подобной инициативой? Этот вопрос мы задавали на улицах города. Я думаю, что это положительное решение, потому что сейчас какой-то беспредел идет. Уважение к учителю должно быть. Обязательно. Во-первых, сами родители должны. Ведь все мы учились когда-то. И вас учили, и нас учили. Учителя, как родителя, надо любить, уважать. Я считаю, что это правильно. Есть и отношение учителей к ученикам несоответствующее. Также бывает наоборот. Я считаю, что и тех, и других в таких случаях надо наказывать. Да, это максимально актуально, это нужно. Потому что сейчас в основном ученики – это, грубо говоря, зажравшиеся малолетки, которые считают, что им все можно. Ну, разумеется, там всякие случаи, когда там буквально и бьют учителей, детки, ну, уже достаточно взрослые. Ну, я согласен, что какие-то меры, конечно, надо принимать, чтобы повысить их ответственность за свое поведение. Конечно, это некоторых родителей, может быть, и взбодрит, которые считают, что дети вырастут за счет интернета, да, а не за счет их помощи, их воспитания. Но как к другим быть, я не знаю. Но учителей, конечно, тоже надо защищать, потому что сейчас уважение – это нет. Между тем, стало известно, что Комитет Госдумы по образованию и науке готовит другой законопроект в защиту учителей, в котором предусматриваются льготы педагогам, а также медицинские курсы реабилитации. Для кого-то нынешняя зима чересчур снежная, а для любителей этого вида спорта наоборот. Чем больше снега и особенно льда, тем лучше. На Барнаульском ипподроме прошел чемпионат края по зимним трековым гонкам, рассказывает Илья Кочетков. Громкие, яркие и отечественные. Трековые автогонки – один из старейших видов автоспорта, традиционно очень популярный в нашей стране. Недаром все без исключения авто здесь – отечественные, правда, сильно доработанные, мощнее серийных. В целом, суть соревнования предельно проста – кто первый придет на финиш, тот и победил. Правда, судьи оценивают не только скорость, но и поведение пилотов на треке. В первую очередь играет, чтобы гонщик не просто давил на газ, а чтобы он умел ездить, потому что то же самое неспортивное поведение на трассе, контактная борьба приводит к аннулированию результатов. 18 пилотов со всей Сибири и один из Казахстана, так что соревнования смело можно считать международными. В некоторых регионах России, кстати, подобные гонки в этом году отменили, не было снега. Ведь сама суть зимних гонок – использовать свойства льда на полную катушку. Здесь нет средств противоскольжения. Здесь резина без шипов, поэтому, ну, скажем так, определенного плана ее мочат, там солят, кто на что это самое. Но чтобы именно на льду был тот держак, тот, скажем так, зацеп, так называемый, чтобы машина проходила вдоль поворота, скажем, ну, на максимальной скорости. На второй день соревнований к морозу добавился густой туман, сделав гонки еще более экстремальными и зрелищными. В итоге лучшие результаты показали участники из Омска, Новосибирска, Бийска. Барнаульцев, увы, среди первых не оказалось. Следующие зимние гонки пройдут ровно через год, и участники надеются, что снега и льда тоже будет достаточно. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Анатолий Кириллин больше не руководитель Алтайского союза писателей. Пару недель назад он досрочно сложил в себя полномочия по состоянию здоровья. Должность Кириллин занимал с 2012 года. На внеочередном собрании писатели выбрали нового ответственного секретаря. Кандидатуры было две – Владимир Шнайдер и Анна Самойлова. Писателей покорила программа Анны. Основатель литературного агентства «Неолит» делает ставку на молодежь и новые традиции. Уже сейчас решается вопрос с помещением для союза писателей. Я стараюсь идти в ногу со временем, начиная с того, что использую технологии современные для работы с писателями. Там СММ-переписки для того, чтобы оперативно писатели получали всю информацию. Я планирую больше внимания уделять всем членам, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. И планирую много внимания уделять молодежи, потому что это будущее полтайской литературы.